здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале этого ролика начинается серия по игре в алхейм вышла недавно уже захватила умы многих игроков поэтому решил поиграть записать несколько видео посмотреть что тут и как уже собственно начал играть в эту игру и уже определенные представления имеются но царя для роликов созданного персонажа и будем разбираться что к чему и почему игра интересная захватывающая атмосферная желаю всем приятного просмотра итак все мы начнем начать игру вот у меня есть уже персонаж которым я играю отдельно можно создать их несколько для роликов мы создадим другого персонажа можно выбрать мужской или женский пол лицо практически не меняется изображение вашего персонажа к сожалению не самая сильная сторона игры графика тут кто тут за графикой тот проходит мимо но в целом картинка лес рассвет закат туман все выглядит шикарно то она персонажа как он выглядит мы в основном на него со спины бом смотреть так что нам без разницы убираем цвет кожи яркий альбинос или негр давайте чем такое просто дикое количество разных волос тут посмотрите нет такой прическа ему точно ходить него но пусть такое боя бороду обязательно ну а пусть такая вот будет прибранная цвет волос что-нибудь такое пейсмейкер готово ну теперь у нас два персонажа я буду играть пейсмейкером начать вот у нас теперь два мира в одном играть лисендрион в другом пейсмейкер видимо их можно создавать несколько значит что нужно понять сразу если вот запускать в таком виде просто начать то это будет игра оффлайн если вы хотите играть с друзьями то нужно запустить сервер придумать пароль поделиться им с друзьями или с теми с кем вы хотите играть и вперед сейчас мы будем играть в оффлайне начинаем вот такая длинная загрузка идет на ролике вы этого не заметите вообще первый раз игра загружается очень долго потому что здесь происходит процедурная генерация мира каждый раз при создании мира будет новый мир абсолютно новый все вся другая география все совершенно по-другому давным-давно все отец один объединил мир и он поверг своих врагов и заточил их в десятый мир затем он обрубил ветви которые соединили эту тюрьму с мировым древом и оставил ее дрейфовать в изгнании на протяжении веков этот мир пребывал в спячке но он не исчез пока таяли льды возникали исчезали царство десятого мира без присмотра богов когда один услышал что его враги вновь набирают силу окинул он взглядом мидгард и послал своих валькирии отыскать на величайших воинов мертвые они возродятся вновь в общем волхейм это кладовка одина он туда сбрасывал весь мусор всяких монстров когда кладовка переполнилась нужно провести в ней генеральную уборку и вот нас валькирия внесет волхейм по спец заданию одина только не уроне она меня протащила по всем деревьям не надо сначала выплюнуть всю листву изо рта и так мы на месте дождь заканчивается начинается утро и мы видим ворона хугин я хугин послан сюда дабы сопровождать вас ваших путешествиях мегалиты окружающие вас это жертвенные камни они лиц творяют павших которых вы должны убить чтобы попасть в алгау окей так мы оказались в этом мире о рад встречи он опять со мной хочешь поговорить давай этот камень вегвизор один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим если присмотреться этот камень откроет место призыва и к тюра вашей первой жертвы вам нужно хорошо вооружиться прежде чем пытаться победить это могучее чудище я понял это понимаешь на час не штанов не оружие не чего нет штаны есть они туника и штанов нету ворон не дает нам бегать и выживать он хочет с нами только разговаривать хугин большинство предметов необходимо создавать так как вы только недавно покинули мидгард вам придется вспоминать истинную форму вещей просто собирать и все предметы я уверен что все вспомнится мой младший брат мунин сказал мне что можно сделать каменный топор из древесины и древесины и появляются рецепты которые мы можем сделать камень и опять рецепты и снова камень так каменный топор чуть больше камня нужно больше камня и больше дерева дерева камень ягоды ягоды надо да надо питаться не больше питаться больше загибаться и нам опять хотят рассказать своего рода такой ворон туториал летает за нами рассказывает что нам нужно делать вы нашли чем перекусить поешьте скорее чтобы улучшить свое здоровье и выносливость помните что вскоре вы снова проголодаетесь поэтому старайтесь всегда иметь на готове хотя бы пару разных блюд говорю сразу что до разных блюд очень далеко сначала мы будем питаться подножным кормом ну этого будет вполне достаточно для того чтобы спокойно выживать в этом мире так нам нужно какая-нибудь еще древесина так улучшили прыжок в общем тут система работает как прыгаешь улучшить прыжки бегаешь улучшаешь бег дерешься лучше улучшаешь драку бьешь топором улучшаешь топор все если кто играл в игры серии тесс the elder scrolls то там тоже самое дерево не хватает дерево 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 камней больше чем дерево первый раз когда начинал играть на другом мире у меня дерево было навалом мало камней было пойдемте подеремся что ли с этими вот сейчас съедим только сначала чего-нибудь ягодку грибочек в общем смотрите три ячейки раз два три нужно по сути есть еще будут сюда мясо и тогда у нас здоровье будет полностью заполнена то есть из своего рода такая система сбалансированного питания а тот же пища так посмотрим так дерево не хватает и где-то сейчас здесь видел дерево на хвост никса мы подобрали его можно будет потом съесть мясо сырым есть нельзя сразу отвечаю на вопрос никакого тут сыроедения не будет все нормальные викинги едят жареные стейки поэтому будем жарить мясо так создаем топор отлично теперь мы стали лучше вооружены каменный топор это первое оружие своего рода но еще и для рубки дерево отлично подходит пока не изобретем чем получше по всему миру разбросаны вот такие вот разрушенные дома у них иногда попадаются сундуки ночью все по порядку вам находить буду показывать в общем любом случае это первоначально здесь можно будет спрятаться на ночь к ночи не наступила мы попытаемся поискать ресурсы и что-нибудь более интересно изучаем карту в общем на всякий случай показываю вот эта карта и вот здесь мы находимся мир огромен поэтому мы поищем какое интересное место в котором можно будет создать дом нашу базу основную что касается руки дерева подходим рубим улучшаем навык рубки древесины березу мы рубить не можем нам нужен железный топор это в перспективе так можно бить дерево не нанося ему никакого урона но при этом прокачивая навык без оружия пригодится если вас убили и вы потом без ничего бежите за своим трупом шубц собрать поэтому можно так вот иная кусты деревья набивать шаулинские кулаки вот я уже до 7 прокачал все закончили маяться дурью начинаем рубить дерево можно встать вот так вот и рубить сразу и дерево и и полено обратите внимание на то что дерево может вас прибить поэтому будьте осторожны лучше отскочить тоже куда нападать бы она еще может задеть близлежащие деревья и тут может начаться настоящий лесопад перья камень продолжаем слова с отлично традиция соблюдена традиция соблюдена супер первый персонаж у меня также сдох все убило дерево надо было быть поосторожнее спочинул вас как говорится рад встречу да ну-ка давай рассказывать каждый раз когда вы повержены небольшая часть ваших способностей и вещей будет потеряна на месте если вы хотите перемещаться домой из любой точки я бы порекомендовал построить кровать вас понял прием кто играл в диабло напоминать система дьявола все я все вернул ничего не потерял с оденусь еще там вот вообще довольно прикольная тема получается значит мне что обещали мне обещали я буду сражаться любить караваны портить женщин или наоборот портить караваны и любить женщина чуть запутался и после этого попаду в алгау вместо этого я попал волхе с озвучно конечно но получается те кто были неудачниками и так себе посредственными воинами сейчас они пируют в алга ли с пышно грудными красавицами а я бегаю без штанов по волхе и рублю вот это дерево спасибо один так как мне стать буддистом ладно я пошутил буддистом небом становится ну в конце концов попросил меня одноглазый старик помочь ему уж я буду отказывать пенсионеру инвалиду самое главное убедить себя в том что все хорошо хочу у нас тут есть сейчас создадим время ночку здесь потому что уже вечереет мы можем построить кучу всего сначала нужно поговорить с вороном да не такой волга ли мы мечтали когда шли в последний поход и так с помощью этого инструмента вы сможете возводить надежное помещение высокие укрепления начните со строительства верстака который позволит вам создавать другие объекты все понял ох ты тут и ягод как первоначальная база то вполне сойдет ягодки это хорошо еще малинка и опять маленькой малинка еще найти бы маринку и все нормально бы малинку уже нашли это здесь был кабан куда-то делся он не хочет быть моим бифштексом ветви ветви к дросили так первоначальном этапе мы можем добывать древесину а камень только собирать потом появится кирка в этом будет других роликах и тогда мы сможем дробить камни добывать ценные ценные камни и руду так выбираем строительство так ремесло станок станок это прочее опять ворон я буду сегодня работать ты или будем только разговаривать ладно шучу давайте сюда поговорим на верстаке вы сможете создавать сложные предметы а также открывать больше зданий которые можно построить с помощью молота нам накидали уже говорится мама дорогая в я так жил вот и том разрушился одно молодец хотел только траву почистить я же здесь не собираюсь жить это у нас время . сейчас это быстренько все ремонтируем наш уже вечереют по ночам здесь холодно и страшно еще эту кровать собрать то не могу не собрать не отремонтирует а да кстати вы сейчас только что увидели что можно дома идти ломать перспективе из них можно будет делать отличные дрова дрова на ремонт вообще не тратятся ресурсы ну вроде все так смотрите будем делать костер так здесь мы сделаем костер поэтому я специально сломал пол значит так надо сломать по потому что костер можно разместить только на земле нам не хватает камня отлично как вовремя нам не хватает камня риси он где-то должен быть питаемся пока ягодами и грибами теряем весе нашу чудес не теряешь весь камень 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 обычно вот около речек камень кремень перспективе олова около речки или в полях то линина к у нас нет лука за ним бегать бесполезно он все равно от вас убежит раз он ударил потеря наш удар 2 раз он ударил промахнул можем построить факел ручной стоячий кабан еще один кабан иди сюда так отлично потому что у нас сегодня на ужин будут отбивные кнопка r убрать оружие английская значит смотрите в замкнутом помещении костер устраивать нельзя все заполнится дымом вы задохнетесь и умрете поэтому нужно при планировании костра всегда учитывать что понадобится какой-то открытый проем для того чтобы дым уходил то монстры ходят там еще они кстати боятся огня это тоже можно учитывать и нужно повторяю что делаю одесса время ночку которая позволит нам скоротать время к мы не затем что-то более масштабное сделать это вообще я же стыдно стало ну примерно так ну можно конечно тут и покрасивее сделать но зачем я здесь жить не собираюсь это у нас место где мы просто переночуя вот вам холодно по ночам холодно мы теряем здоровье вообще мы находимся в локации луга это первый биом самый безопасный если ночью температура упадет или вы промокнете вам станет холодно выносливость будет восстанавливаться медленнее таких случаях лучше всего найти укрытие у открытого огня ну то есть то что я вам так показал вам и ворон расскажет так ну вот у нас значит костер стойка мы на него вывешиваем кабанятину в правом верхнем углу экрана мы видим что у нас идет отдых мы находимся в укрытии рядом с огнем вот еда зашипела значит она готова если ее оставить дальше на костре она превратится в уголь уголь нам конечно понадобится но лучше его добывать по-другому у нас еда может здесь поставить такой вот факел бот отпугивать животных горит очень долго делается из дерева и используется смола смола выпадает вот этих грейлингов грей дворфов чем неудобно последствии будет очень много такая время . в которой мы переночуем почему я кровать эту сломать не могу коньяки мы уже умеем делать сундук но я вот здесь делать не буду вот там нет смысла к можно сделать кровать например прилетел ворон спите всю ночь на пролёт своей кровати просыпайтесь бодром состоянии с полным запасом энергии еще одним улучшением вашего дома могут стать сундуки для хранения предметов хорошо всегда иметь при себе запасное снаряжение на случай если с вами случится что-то неприятное во время исследования окей установлена точка возрождения теперь если меня убьют я воскресну в этой кроватке доброе утро день 2 костер можно подбрасывать древесину пускай тут и так хватает что мы можем сделать нам шкуры пока не хватает потом мы сделаем холщевую тунику она у нас уже есть делаем штаны холщевыми пока у нас не хватает надо вот кабанов оленей убивать чтобы лук сделать холщевые штаны пойдемте изучать дальше мир а надо искать хорошее удобное место где мы построим нашу базу вот рассвет несмотря на такую достаточно устаревшую графику выглядит все равно все симпатично кремень может сделать кремниевый топор так олень а я так понимаю что мы сейчас найдем место место первого босса вот она ворон хочет с нами поговорить вы нашли место призыва одного из павших сделайте правильное подношение алтарю и павший появится однако будьте осторожны павших нелегко одолеть так что наденьте лучшие доспехи создайте оружие посильнее поешьте как следует прежде чем вступить с ними в бой ловите его сородичей то есть у нас будет первый босс это демонический олень нужно ловить охотиться на его оленей почему не отметилась вроде нашел ну потом отметиться он сейчас пока отмечу сам значит смотрите как это делается выбирайте какой-нибудь значок какой вам нужен я вот выберу этот двойной двойной щелчок двойной щелчок по карте ставим отметку после если можно будет ставить отметки где находятся какие-то ресурсы это очень удобно пользуйтесь карта большая легко заблудиться или забыть где вы нашли что-то уникальное или интересное или полезное я пока не нахожу какого-то интересного места где можно было бы нам построить нашу базу я рекомендую потратить некоторое время для того чтобы поискать место но рано или поздно найдется вот еще одно строение видите разрушенный дом и таких домов здесь будет очень много так что по всей видимости мы не первый герой кто проходит через это чистилище туман такой утренней все как надо а продолжаю искать строение продолжаю искать базу место для базы в общем побегал я по округе мне приглянулось одно место которому я сейчас и еду дороге одуванчики собираю еще я нашел два места с ульями это в заброшенных домах видимо оставленных нашими предшественниками иногда заводятся ульи из которых мы можем добыть мед и самое главное пчелиную матку с помощью пчелиной матки мы можем сделать ульи так вот нашла такое место с состоящими камнями большими мне захотелось здесь построить дом опять же из рекомендаций что можно сказать надо строить дома рядом с речкой ну с какой-то водой потому что здесь есть водный транспорт естественно если вы построите где-то в середине континента и рядом нет никакой воды то вам придется все равно строить дом рядом с водой чтобы построить здесь пристань и начать плавать кремень всегда водится вдоль побережья рядом с водой чё по-моему нормальное место немного кривоватый ландшафт но мы потом это исправим для начала будет вполне достаточно для полную для полного идеала не хватает каких-нибудь зарослей малины здесь ладно переживем без малины малина есть рядом в лесу поехали то чтобы начать строительство нам нужно поставить верстак он ставится куда угодно но без верстака ничего никуда не строится у нее есть ограниченный радиус действия я вам покажу вот мы когда вошли в меню строительство сразу видно границы верстака уже об этом знаю поэтому и поставил его в середине при большом желании можно на основе этих камней огромный зал построить но это потребуется очень много ресурсов для начала нам хватит и чего-нибудь попроще что середина дня сейчас сделаем большую хитрость сколько у нас дерево так уж и много вот к нам гости уже идут место делегация приветствовать нас идет об ну куда-то побежал то вот он замахивается и в это время стоит в это время можно отойти спокойно избежать урона получаем с него смолу пойду я уроню пару деревьев у малинка рядом ух ты продолжаем рубить дерево испытывать судьбу я всегда так отпрыгиваю потому что но вы сами видели чем может закончиться обеспеченность кстати кусты малины лучше не трогать на самом деле пусть они здесь себе растут потому что все ресурсы такие как малина грибы они возобновляемые оси вырубить этот вкус никакой малины тут не будет все просто каждый раз когда такой звенящий звук возникает это значит мы прокачиваем навык и в левом углу где вот у нас интерфейс слоты видно какой уровень того или иного навыка мы получили так я собрал ну почти полтора стака древесины я будем делать времяночку находящую времяночку будем делать будем делать все как надо нет на все как надо ресурсов не хватит сделаем пока времяночку и за ночью что такое этот верстак он отказывается работать если он не в укрытии лучше сделать для него укрытия какую никакую больно надо же так криво было поставить что получилось на шедевр вот так то лучше так теперь мы можем пользоваться верстаком ремонтируем все это почти все сломалось и 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 делаем мотыгу это наш инструмент терраформинга прополем землю того чтобы можно было спокойно строить чему стою просто на ней ворон опять приехал поговорить какой общительный этот инструмент используется для возделывания почвы а также как идеальное дополнение к молоту используйте его чтобы расчищать землю изменять ландшафт строить на ровной местности проще а это он нам про мотыгу рассказал спасибо дружище ошибочное решение как правильно сейчас мы сделаем время ночку а потом от нее бомб лисать создавать дом с танками и всем остальным чего-то надо начинать сразу же дворец строить в общем строительство в этой игре довольно увлекательное занятие здесь при должной фантазии подходе можно такое построить что его не стыдно будет и показать значит смотрите как удобнее работать с блоками которые располагаются на высоте ставим лестницу залезаем на нее и отсюда уже установка всего вот значительно проще ту лестницу всегда можно разобрать поставить в другое место так вот например еще вот так можно сделать и мы раз таки же бегом по крыше отсюда нам уже все гораздо лучше и не так вот так вот так вот так вообще экспериментируйте здесь реально можно построить очень много всего интересного часе время ночка такая но я так развернулся потому что уже опыт имеется на первом персонажа 30 часов наиграл ну конечно ко мне это нет у нас да здорово костер отменяется парни расходимся у нас нет ко мне нас камнями на первоначальном этапе будет очень непросто ну зато потом будет камни и дерево точно будет на валу поверьте вот с таким методом с лестницей намного проще делать когда открыл эту возможность строить стало проще то что пользуйтесь на здоровье вот такой сарай мы построили для начала в котором жить было и это так сказать наше начало нам нужен камень так на скорую руку слепил камень вот же камень они этого не хватает такого количества надо больше да кстати в полях же должно быть много камень как-то все переделать она будет все у нас это все времянка по лугам то по ночам чего не бегать вот мы когда полезем самую гущу типа черный лес вот там будет веселье рить какое звездное небо просто шикарно светящиеся корни и тросила уже мы до утра пробегали но что делать стоим костер устанавливаем стойку для готовки нас высокий потолок и щели в потолке мы защищены от дождя постройка защищена дождя от града если не будет крыши то ваша постройка постепенно будет разрушаться крыша спасает от этих проблем дым уходит все в порядке можем готовить еду отремонтировать предметы вот день второй ну и на этом пожалуй все для первого видео достаточно на этом будем закругляться дальше нас ждут новые приключения если вам понравилось то лайк подписка колокольчик и увидимся на следующих видео ребята будем ходить сражаться с монстрами заниматься ремеслом и всякими интересными вещами так что до скорого всем пока